Обратная совместимость во времена Super NES Nintendo не баловала. В наши дни правда перестала вновь, но сейчас не об этом. Да, вы можете вспомнить Super Game Boy, но это отдельное устройство, картридж, который докупался отдельно и уже в нём был разъём для картриджей Game Boy. Это устройство содержит в себе железо Game Boy. Просто так ваши игрушки от портативки Nintendo в SNES даже впихивать было некуда. Так что это тоже не обратная совместимость, а покупка отдельного устройства. Игры от NES в Famicom не запускаются, да и опять же картридж от предыдущей домашней консоли платформы держателя вставлять просто некуда. Но теоретически, повторяю, теоретически, обратная совместимость могла планироваться в Nintendo на ранних этапах разработки их 16-битной игровой системы. Смотрите, в Famicom и NES в качестве CPU используется RICO 2A03, который по сути своей – веспимбитный MOS Technologies 6502, широко применявшийся в 70-х и 80-х. В этих приставках NTC полорегионов он работал на частоте 1.79 МГц и 1.66 соответственно. В SNES применялся микропроцессоры RICO 5A22, который был процессором Western 65C816. Если говорить весьма упрощённо, то он был 16-разрядным апгрейдом всё того же 6502. И естественно он поддерживал весь тот же набор инструкций команд, что и 6502 оригинальный. И реализация в виде RICO 5A22 при операциях с внешними шинами, то есть при опросе геймпадов, серийных портов и прочего. Работал на частоте 1.79 МГц в NTC консолях и как вы уже поняли 1.66 МГц в PAL-регионе. К тому же весь процесс опроса и методы фиксации нажатия кнопок сохранился ещё от NES. Это легко проверить. Возьмём например геймпад от Super NES, соединим шины тайминга, опроса и напряжения. И пожалуйста, геймпад работает на обычный NES. В обратную сторону кстати тоже работает, можете проверить самостоятельно. А вот с графическим чипом есть расхождение. Слои спрайтов и бэкграунтов отрисовываются по-разному. Поддерживаются размеры тайлов разные. И тут либо планировалось симулировать графический чип NES, либо, что скорее всего, Nintendo в какой-то момент отказалась от идеи такой обратной совместимости, и реализовывать поддержку NES в дальнейшей разработке просто не стали. Как бы то ни было, задел в S NES для обратной совместимости с NES есть. Но хоть о какой-то действительной реализации речи не идёт. И вот человек под ником MySell086 в 2015 задумался, что теоретически можно запускать ROMA NES на Super Nintendo, сконвертировав их, а звуковой и графический чип симулировав силами самой 16-битной консоли. Взявшись в 2018 за более-менее активную разработку, в 2020 году MySell086 представил первую версию такого конвертера. Project Nested. И знаете что? Он работает! Да, поддерживаются далеко не все мапперы. Да, бывают графические и звуковые артефакты и баги. Да, совместимость далека даже от 50%. Но это работало и позволяло запускать Famicom и NES игры на Super Famicom и Super NES соответственно. Прошёл ещё год, и в 2021 году Project Nested дорос до версии 1.3, исправив заметную часть багов и артефактов, приподняв планку совместимости ещё выше. Да, всё ещё даже половина библиотеки игр не работает, а вторая половина работает с огрехами. Но прогресс, как говорится, налицо. А с актуальным списком совместимости вы можете ознакомиться в специальном документе, ссылка на который также будет в описании к видео. Также вы можете самостоятельно скачать и попробовать запустить игры в эмуляторе или на реальном железе, если у вас есть SLS и Flash Cartridge. Я провёл ряд тестовых запусков, тем более что у меня ситуация особенная. Моя консоль европейского региона, а Flash Cartridge – удешевлённая копия EverDrive первых ревизий. Всё это снижает совместимость игр, поэтому мои результаты можно принимать как худшие. Какие-то игры не запускаются вовсе, какие-то игры зависают в самом начале на заставках или вообще на чёрном экране. Какие-то игры запускаются и работают, но могут неожиданно упасть во время геймплея. Но есть и те игры, которые просто работают. Да, эмуляция как графического, так и звукового чипа хромает. Звук серьёзно отличается от оригинала. Кстати, если музыка показалась вам замедленной, то не удивляйтесь, так оно и есть. Моя Super Nintendo европейского региона, и для честного сравнения я использую NES того же региона. Думаю, все понимают о чём я. Графические артефакты также присутствуют. Чаще всего это смещение слоя фона. А вот в Battle City после гейм-овера фон вообще заливается другим цветом. Или вот Felix the Cat с точки зрения кода работает и исправен, а вот по графической части всё плохо. Также встречаются так называемые фризы. Возникают они в те моменты, когда нужно обратиться к новому участку памяти картриджа, например при появлении новых объектов. Также если какие-то игры запускаются, то они могут сломаться на какой-то определённой функции. Например, DuckTales 2 падает при выстреле из пушки. А SuperC трижды зависла у меня в этом месте. Всегда в одном и том же. Конечно, если у вас компьютер с эмулятором NES или сама консоль NES или Famicom, то играть всерьёз таким способом я вам не рекомендую. Но это очень интересное техническое достижение. Я очень надеюсь, что проект будет развиваться и когда-нибудь я найду время поковыряться в исходниках Project Nested. А пока, вы можете зайти в репозиторию Myself086, поставить звезду его проекту, скачать Project Nested и опробовать его разработку. Да и ознакомиться с исходником его проекта тоже можете самостоятельно. Все ссылки в описании.